Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня ничего интересного не будет, я просто сейчас попытаюсь разогнаться. Не то что разогнаться, я сейчас хочу открываться достаточно крупно, достаточно неплохо я заработала сегодня, там вчера. Давайте я открою сделочку, и мы с вами дальше о чем-то поговорим. Так, блин, 995, 2 минуты вниз. Вообще, если вы планируете зарабатывать на бинарках, то так делать не стоит. То есть, если вы еще не зарабатываете, если вы не можете себе позволить таких выкрутасов, так скажем, то не повторяйте ни в коем случае. Это все опасно, это все может привести вас к сливу. Тем более, OTC, рынок OTC — это рисованные графики. Но так как сейчас нет других активов, я решила взять на себя эту ответственность за свой депозит и попробовать заработать на данной ситуации. Здесь я открылась на продолжение движения, и подтверждением моего сигнала служило то, что большинство за повышение. То есть, у нас здесь явно нисходящее движение, у нас здесь явно цена рвется к нижнему уровню поддержки. И OTC, рисованные графики, там, где брокер с большой вероятностью будет закрывать большинство в минус. И все, ну не все, 76% за повышение. Естественно, естественно, я здесь открываюсь на понижение. Но опять же, вот даже сейчас, пока сделка идет, я вижу, что здесь есть промежуточный уровень поддержки. То есть, во что-то здесь цена упирается. Я даже давайте проведу вот такую линию. И мы можем просто сидеть и наблюдать, как сейчас наши 995 долларов улетят просто к брокеру. Вот эта свеча Доджи, она мне совсем не нравится, потому что она указывает на разворот как раз-таки вот этого вот движения. То есть, у нас здесь промежуточный уровень поддержки, к тому же еще и свеча Доджи, которая поддерживает то, что цена пойдет наверх. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас будет горячо. Так, 870. Мы сейчас открываемся. На повышение. Просто, опять же, то, что я вам объясняла. Да, здесь у нас большинство на повышение, но если брать только технический анализ, если не брать в расчеты какие-то рисовки, брокеры и так далее, то здесь цена должна оттолкнуться от данного уровня. Опять же, я не исключаю варианта, что она сейчас стремительно пойдет вниз, просто по той причине, что это OTC. В данной ситуации я никак по техническому анализу не могла открыться на понижение. Опять же, Доджи у уровня. Пока у нас шла сделка, мы прям наблюдали с вами вот эти вот отскоки. То есть, как что-то не дает пройти цене дальше. Это очень важно, это всегда учитывайте. И я уже миллион раз говорила, но еще раз скажу. Когда вы начинаете наблюдать за кучей микродвижений, как цена себя ведет, даже просто торгуя на демо, вы набираетесь опыта. И дальше вам ваше подсознание просто может выдавать какие-то сигналы. Так, вот здесь, блин, я на такую сумму боюсь. Давайте просто на 200. Здесь я вижу промежуточное сопротивление. Еще на 200. Тоже проведу вам линию, чтобы было более наглядно. Вот где-то тут. Посмотрите, раз, цена оттолкнулась. Здесь чуть-чуть выходила, но оттолкнулась. Здесь оттолкнулась. Здесь оттолкнулась. Здесь было пробитие. Здесь оттолкнулась. А вот здесь уже по крупнику зайду. Потому что последняя ситуация, если мы говорим о цикличности рынка, она как раз-таки доказывает, что следующая минутная свеча должна быть красная. Но, опять же, это рынок ATC. Непонятно здесь, что вообще может быть. Оп. Что я сейчас делаю вообще? Просто что я творю? Вот. На эту свечу я как раз рассчитываю. Я рассчитываю, что она будет красной. Я не понимаю, почему показывает, вообще не меняется, типа. Ага. Надо было обновить страницу, чтобы начало меняться. Ну, погнали. Алым. Просто. Просто вот не так давно рассказывала про свой минусовой январь. И сейчас, по сути, делаю то же самое. Это что, прикол какой-то? Мне нечего тут сказать. Я никогда вам не порекомендую вообще так же торговать. Просто показываю реальность. Я вот такой человек, у меня вот такой подход к торговле. Я в афиге от того, что зашли те сделки. Я в афиге, что я вообще пынула такую сумму на OTC. Бред сивой кобылы просто. Или как там говорится. Но я не сильно во фразеологизмах. У нас здесь 90% за то, что пойдет вниз. И при этом я вижу промежуточную поддержку. То есть, если мы говорим об уровнях, если мы говорим о техническом анализе, который пошел к черту вообще на OTC. Вот. Вот. Здесь цена отталкивалась, здесь и так далее. И просто сидим и наблюдаем. Но я думаю, что если сейчас догонюсь вот этими сделочками, то, наверное, надо тормозить, потому что я как-то в шоке немножечко. И сейчас надо еще мне в сейф. На Pocket Option есть такая штука, как сейф. Туда просто надо скинуть какую-то сумму, потому что я в свой сливной январь потратила оттуда все. И вы заметили, что вот второй раз я открываюсь против большинства, или третий уже надо пересмотреть будет видео. И, в принципе, все пока неплохо идет. То есть OTC — это реально рисованная фигня. OTC — это реально штука, на которую брокер просто может вас лить. Вот здесь, например, есть уровень, но я не хочу сейчас нервничать, я не хочу больше открываться, все. Цена сейчас коснется уровня, который в начале нашей с вами торговли я прочертила, и стопудово, ну, по теханализу он должен натолкнуться, но все, не открываюсь. Нет, не уговорите. На демке бы сейчас открылась, если бы сидела, но так мы можем просто понаблюдать, что здесь я бы достаточно крупно грузила, будь это обычный актив, не новостное время, но так, как это OTC, я не могу так сделать. Еще и 96% за повышение. Вы шо, ребятки? 99 стоят? Вообще как? Вот, здесь бы я сейчас налепила кучу догонов, минутки на три. Это что-то вообще просто. Просто поставьте лайк из-за того, что я заработала, я даже не буду это никак комментировать, никогда, ни вообще, даже не вздумайте это повторять. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока-пока.